Времени доброго суток. Взрастание мицели всегда идет волной. Всегда появляется какой-то первый, что называется первая ласточка. Ну и дальше после него стартуют все остальные. Ну вот так. Если где-то что-то не стартует, вот часто спрашивают насчет того, что не запускается волна. Это сегодня, сейчас вспомню, 26 апреля. Это значит посадка была где-то апреля 3-4. 3-4 апреля. Но дело в том, там что-то по каких-то технических причинах не было сделано своевременной перфорацией. Опоздали мы с перфорациями где-то на целую неделю. Вот поэтому вот эти блоки, которые были первыми, те тоже первые. Но вот эти блоки, что-то в таком спящем периоде, не скажем, что вообще в спящем. Вот примордии пошли. Вот примордии уже пошли. Вот примордии. Если нету примордиев, то делаем вот такую штуку. Это обязательно. Вот так вот. Ну вот здесь пошли примордии тоже. Ну обычно так всегда бывает. Где-то какой-то первый вот так стартует, ну а потом после него. Бывает еще один случай, тоже интересный. Бывает, что примордиев нету. Вот нету примордиев и как мы не стараемся, почему-то они не запускаются. Если будете долго выращивать грибы, то встретитесь со всеми ситуациями, которые возможны и невозможны. Да, особенно те, что невозможны. И бывает такое, что ну почему-то ну не запускается примордии и тепло сделали и все сделали, и вентиляцию сделали, и полив сделали, а вот примордиев нету и все. То есть такой случай. Идет, ну какой-то один блок запустился там или два. Когда подрастут вот эти грибы и пойдет, ну то есть спороношение. И вот получается, как только они споры где-то запустят, вот сразу после того, как пошли споры, сразу запускается все грибное моментально. И здесь видим... Ну вот, посмотрите. Сразу скажу, вот буквально вчера на вопрос. Вопрос выглядит приблизительно следующим образом. Вот пошли грибы, но почему-то они какие-то... Ножка толстая, а шапочки малюсенькие. Вот на этот вопрос сразу отвечаю, что у вас просто целлофан сдавливает... Ну сдавливает корень, как его назвать там у грибов, что у него там есть. Сам примордий. В общем сдавливает. Бывает, что... Вот как в этом случае. Смотрите, что произошло. Вот блок большой и основная гроздя пошла вот эта. То есть она даст основную массу. А все остальные говорят, ну вот у меня пошли грибы, вроде все. А потом что-то с ними случилось приблизительно вот такое. Приблизительно вот такое. Это называется абортыши. Абортыши, потому что энергия вот этого блока может выдать ровно столько грибов, сколько может выдать. И не больше. И не думайте, что вот если вот эта гроздя пошла. И мы сейчас сосчитаем здесь на вскидку... Ну пусть так будем считать. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Вот здесь 100 шапок. Не думайте, что здесь будет гроздя вот такого размера и здесь будет 100 шапок. Если это 8-килограммовый блок. Да, по весу он еще тяжелый. То есть не высох. То приблизительно из него все равно получится тех же самых где-то в районе 20%. В районе где-то от 8 килограмм это где-то 1,7 кг, 1,8 кг. И вот этих всех грибов не будет. Вот смотрите, этот пошел первый. Потом он накрывает шапкой те, что остались под ним маленькие. Потом маленькие остаются без кислорода. А вот этот начинает выделять углекислоту, чтобы подавить все остальное, чтобы не мешало ему жить. Ну и вот так приблизительно идет вот этот процесс. Я вчера уже немножко сделал вот такие движения. Потому что ну как выглядит общая картина. Здесь видим, что пошли в первую очередь небольшое количество. И сейчас вот это все фактически первая волна будет небольшая. Там соберем вот это, вот это и вот это. Ну а все остальное заиграет все одновременно. И та же история выглядит у нас внутри. То есть внутри внизу. Вот и здесь. Этим тоже уже в принципе где-то пора. И случится все. Как я сказал немного раньше. Случится все в следующем. Вот здесь пошли Примордии. Ну обратите внимание. Приблизительно, ну получается где-то эта партия одна. Ну да, это партия вторая. То есть получается первая партия довольно таки жиденько включилась в плодоношение. Вторая партия, ну вот это первая. Ну так вот себе с попеременным успехом. Вторая партия довольно таки хорошо пошла. Несмотря на то, что разница там четыре где-то дня. И здесь. Ну здесь я не знаю там первая уже вторая. Я уже не помню. Ну мы немножко. Вот это называется то, что я делаю. Во-первых, чтобы в дальнейшем не сдавливало перфорации. Не сдавливало ножки грибов. И второе это называется освежить просто перфорации. Потому что вот если присмотреться, видите, вот в этом месте такой уже, можно сказать, здесь попало больше зерна. И здесь такой сделался уже старый мицелий, от которого можно никогда ничего не дождаться. Поэтому мы делаем вот такие. Здесь что-то уже похоже на перфорации. Ну и все понемножку уже. Здесь надо освежить. И независимо в принципе от возраста, как только... Вот здесь уже видно Примордий. Вот здесь пошел Примордий. Однозначно мы ему дадим свободу. Ну независимо уже от того, на какой стадии они созревания. Если первые грибочки тут дадут споры, то вторая волна она пойдет равномерно и фактически синхронно. И одномоментно вторая волна. И иногда бывает и тот случай. Вот первая волна, вторая волна. Это просто волны плодоношения. Они не означают там количество получения урожая. Первая волна, вот возьмем здесь розовая. Она приблизительно так выглядит из-за того, что скорее всего здесь все-таки влажности больше чем достаточно. Вот я даже по этому маркеру сомневаюсь, нужно ли здесь еще делать сейчас полив. Потому что вот так вот выглядит К17. Если видите вот такую картину, то это однозначно, что это переизбыток влажности. Сами грибы вот здесь пробуют образоваться. Вот они есть уже в шапочках и с ножками. Но избыток влажности не позволяет полноценно формироваться гроздям. Это касаемо некоторых штаммов грибов. Вот К17 относится вот к этим штаммам. Не сильно почему-то, ну не знаю по каким причинам, небольшой популярности набрал П80. Ну один в поле не воин. То есть я не могу всех убедить в том, что П80 самый лучший. Здесь еще шампиньонный компост немножко остался. Видите мицелий растет прекрасно. Вот это белое сверху, это прекрасный рост компоста. А вот это немножко торфа осталось. Грибов нету из-за того, что нету покровки. Вот в этом весь прикол. Теперь я уже ничего расширать на блоках не буду, потому что брал вот этот нечистый блок. Надо уже руки мыть. Уже я не буду. Ну и приблизительно вентиляцию сделали вот таким образом, чтобы запустить. Да, Лох? Алло? Ну и уже руками трогать нельзя. То, что тут повырастало. Ну вот видим. Красивейшие примордии. Да, здесь, ну и вообще, фактически грозья, когда формируется, но она обычно дает 15-18 шапок. Все. И то есть независимо от того, сколько здесь наросло вот таких красивых грибов, их все равно будет 15-18. На вес это не влияет никак. То есть по весу они будут все равно, даже если их 15, то их будет ровно столько по весу, сколько нужно. Ну сейчас уже руки чешутся. Просто здесь что-то еще пошаманить. Но уже не будем там смотрели на этот шампиньон, то уже так и останется. Ну вот приблизительно такой видос у нас получился сегодня. Вентиляция. Ну, не знаю, нет времени все ее как-то смонтировать так, чтобы она была потолочная. Но вот эти штуки вообще, там есть такие тройники, которые есть переходник на трубу не сотку, а 50-ку. Вот маленький. Вот. И если смонтировать вот такую штуку, только не на большую, а вот на маленькую, то можно, вот упала наша вентиляция. Вот. Таким вот образом направить куда нам нужно. Скорее всего сейчас мы дадим еще кислорода вот на эту сторону, потому что надо как-то вот это все разродить и оно все равно от нас никуда не денется. Ну, а здесь идет вот такой поток и нежелательный. И вообще прямые задувания, то есть там вентилятором дуть на грибы, или прямые задувания из вентиляции на грибы, потому что они просто испаряют влагу из самого гриба. И надо, чтобы было движение воздуха, хорошее движение воздуха, а прямого потока не было. И желательно делать таким вот образом. Вот вы представляете себе вот это помещение, представьте, что у вас, например, из этой трубы, вот если оно заполнено, например, водой, да, и из этой трубы пошла какой-то цветной поток. Вот представьте, как он будет распределяться в этом помещении. Вот, к примеру, если у нас поток пойдет, он будет идти вниз. Ну, я так себе представляю, что пойдет вниз, какую-то часть даст вверх, какую-то часть даст вниз. Немного вот тот угол останется таким, будут углы застоявшегося воздуха. Ну, и скорее всего, он будет вдавливать воздух сюда, и этот воздух обраткой должен каким-то образом вернуться обратно и уйти где-то в вентиляцию. Ну, здесь сделано такой вот водосток. Видите, пассивная вентиляция. То есть, если здесь создать активное давление воздуха, то оно девается в водосток и вместе с тем вентиляцию. Кто-то скажет, что там какие-то проблемы, водосток, там инфекция. Ну, это пусть себе скажут. Вот никаких проблем с этим здесь нету. Вот эти блоки, кстати, вот эти дырки отсутствия, и там же отсутствие. Это не из-за того, что это выброшено, это из-за того, что часто приезжают тоже грибоводы, которым нету возможности или не хотят, или хотят там пробовать. Вот, то покупают уже готовые блоки, то вот эти дырки вот означают именно то, что эти блоки просто проданы. Поэтому их здесь нет. Вот такие дырочки. Новые не хотели сюда ставить, потому что они разных возрастов, и поэтому так и оставили уже. Это помещение уже будем доращивать, как оно есть, потому что они приблизительно с разницей в 3 дня, они здесь все заставлены. И фактически это помещение вот по внешнему виду, как мы его видим, мы его так и запустим. Первая волна пойдет, как пойдет. Ну, а вот вторая волна уже будет такая, как положено. Ну, и по расчету здесь 24 квадратных метра. Ну, и важный параметр вот здесь. Ну, трудно поверить, что здесь 2,5 тонны субстрата. Вот фактически в этом коридорчике. Да, трудно поверить. Если пересчитать вот это все, здесь 2,5 тонны субстрата. То есть 4 где-то наших заварки сюда умещается. Так что следите за каналом, подписывайтесь. И будем рассказывать еще что-то новое. Субстрата.